Как и обещал вот в этом видео, сегодня будет обзор Panasonic GX9. С первого взгляда может показаться, что эта маленькая камера может подойти только для путешествий, блогерства и каких-то несерьезных задач. Но это только на первый взгляд, потому что эта малышка может стать неплохим вариантом для начинающего оператора или даже для гибридной съемки фото и видео. С этой камерой я провел полноценную студийную фотосъемку и даже снимал видеоотчет с одного мероприятия и сейчас готов поделиться с вами опытом ее использования. Сначала пройдемся по корпусу. Он, как видите, здесь довольно компактный и удобный. Выступ и подхват здесь небольшие, как спереди, так и сзади. У меня не самая большая рука, так что держать камеру в принципе удобно. Но если у вас гигантский лапоть, то, конечно, будет сложновато. Хотя опционально можно купить дополнительный гриб, с ним снимать будет комфортнее. Все управляющие элементы находятся в нужных местах, до них не нужно тянуться. Если смотреть на заднюю панель, это прям типичный Panasonic. На V-pad настраиваемые кнопки почти все органы управления, как у G7 или G80, кроме дисков прокрутки и выбора режимов съемки. Один находится под большим пальцем, а второй под указательным. Он совмещен с кнопкой спуска затвора. Рядом большой барабан экспокоррекции и над ним еще один для выбора режимов съемки. Экран сенсорный и поворотный, но механизм не такой, как у большинства Panasonic. Он здесь такой же, как в камерах Sony, то есть откидывается только вверх либо вниз. В сторону его повернуть нельзя. И это первая причина, почему эта камера не подойдет для блогерства. Потому что ты не можешь повернуть экранчик на себя и не видишь, что снимаешь. Но в остальном такой механизм тоже неплох. Он, конечно, не настолько удобный, как поворотный по всем осях, но тоже вполне себе юзабельный. Главная фишка этой камеры это откидывающийся видоискатель. Его, конечно, тоже нельзя крутить во все стороны. Он откидывается только вверх. Честно скажу, я не понял прикола с этим видоискателем. Да, конечно же, можно придумать какие-то сценарии его использования. Например, если вы хотите снять что-то с нижней точки в супер яркий солнечный день. Но это может понадобиться один раз из тысячи или вообще никогда не понадобится. Так что мне кажется, это чисто фишка ради фишки. Из портов здесь доступны только microUSB для зарядки и microHMI для передачи видеосигнала. Выхода для наушников или микрофона, к сожалению, нет. И это вторая причина, почему данная камера не подойдет для блогерства или для каких-то более-менее серьезных съемок. И если внешними характеристиками Panasonic GX9 не сильно впечатляет, то есть не полностью поворотный экран, нет входа и выхода для микрофона и наушников, то внутри все очень даже неплохо. Матрица здесь такая же, как в G9. Micro 4.3 на 20 мегапикселей. То есть можно ожидать такой же уровень шумов детализации. Но все-таки нужно помнить, что это micro 4.3 и чудес ждать с неба не стоит. По опыту могу сказать, что для фотографий при плохом освещении лучше всего из семейства Panasonic'ов подходит GH5S. Камера, которая в первую очередь предназначена для видеосъемки. Но если вам не нужно снимать какие-то репортажи и отчеты с мероприятий или в местах, где очень темно, если вы снимаете в основном в студии или с использованием дополнительных источников освещения, то результат вас вполне удовлетворит. Я снимал на эту камеру в студии комплекты постельного белья и результатом вполне доволен. И нужно учитывать, что эта камера полностью раскроет свой потенциал с использованием хорошей оптики. А если смотреть еще и на ее компактные размеры, то лучше, чтобы оптика тоже была компактная. Например, вот с такими фиксами. Это 25-ка 1.4, а это 14 мм f2.5. Потому что хоть и китовый объектив очень компактный и удобный, он все-таки 3.5, 5.6 и с такой небольшой по размеру матрицей не даст нормально ни размыть задний фон, ни снять что-то в темноте. Как я уже говорил, матрица здесь новая, а вот система автофокуса старая. Такая же установлена в G80 и даже в старом G7. Она насчитывает 49 точек. И когда снимаешь фото, этого вполне достаточно. Для какой-то более-менее размеренной съемки вполне подойдет. А вот про использование автофокуса при видеосъемке стоит полностью забыть. И это третья причина, почему GX9 не подойдет для блогеров. Хоть в камере и есть следящий автофокус с распознаванием лица, он абсолютно не работает. На экране видно, что лицо отслеживается, но фокус при этом никуда не двигается. Видео записывается в разрешении 4К до 30 кадров в секунду и Full HD до 60, что довольно-таки неплохо. Можно замедлить отснятый футаж в 2,5 раза и получить такой себе слумой эффект. При съемке 4К есть кроп, он составляет где-то 1,25х. Кроме того, в этой камере есть матричная стабилизация. Видно? Там матрица двигается. Она не такая эффективная, как в более дорогих камерах, способна компенсировать до 4 стопов экспозиции. Но все-таки это тоже неплохо и в любом случае лучше, чем вообще без нее. Батарейка это очень слабое место данной камеры, она здесь очень маленькая. И когда берешь и думаешь, о, такой же аккум у G7 и G80, который сам по себе небольшой, но у нас есть хотя бы парочка запасных. Но потом берешь аккум от G7 и G80 и понимаешь, что этот еще меньше. Когда снимаешь фото, его в принципе может хватить и на всю съемку. Я отснял около 350 кадров RAW плюс JPEG и у меня оставалось где-то еще половина заряда. А вот при съемке видео батарейка тает просто на глазах, особенно при съемке 4К. Единственное спасение это заряжать камеру через Powerbank в паузах между съемками. Потому что одновременно снимать и заряжать эту камеру нельзя. Мне приходилось подключать камеру к Powerbank, класть его в карман и снимать вот так. При этом ты снял несколько кусков видео, выключил камеру, чтобы она подзарядилась. Потом опять чуть-чуть подснял и опять выключил, чтобы она подзарядилась. В общем, если откинуть все минусы, мне действительно эта камера понравилась. Она маленькая, удобная и компактная, при этом позволяет получать качественный результат. Как я уже говорил, для начинающего оператора вполне сгодится, но и для какой-то гиблидной съемки фото-видео тоже подойдет с оговоркой, если фото снимать только в студии. Но вот в чем проблема. За эти же деньги можно взять G80, у которого и стабилизация поэффективнее, и экран поворачивается во все стороны, и вход для микрофона есть, и хват будет более удобным. Разве что матрица прошлого поколения, но это, мне кажется, вообще не проблема. И я бы лично, наверное, так и сделал, взял бы G80. Но если вам нужны более компактные размеры и плюс-минус те же характеристики, то эта камера ваш выбор. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте прожать лайк, написать что-то в комментариях, подписаться, если вы этого еще не сделали, ну и, конечно же, колокольчик. Пока, друзья!